Мне нужны лампы, я не пойду туда, я пойду к тому, кто занимается лампами, кто знает о лампах все. Потому что один в поле не воин, и один ты все не вывезешь. Ты мог сказать, вот, дорогой, здесь написано, что ты не можешь от меня уйти, ты мой раб. Вот этого человека я возьму, потому что этот человек горит сам и заражает огнем других. Именно такие люди нужны в команде. Всем привет! Сегодня у нас первый выпуск Ламп Алет ТВ, и наш первый гость Аня. Аня знает секреты идеального вязания. Погнали! Аня, привет! Привет! Расскажи, чем ты занимаешься? Я учу людей вязать. Ну, это если коротко. Если подробно, я пишу книги по вязанию, мастер-классы, снимаю видео-уроки. В общем, делаю все, чтобы люди научились вязать не только красиво, но и правильно. А вообще, как ты к этому пришла? Почему именно это дело тебя привлекает больше всего? Почему именно этим делом ты занялась? Я, как бывший фотограф в декрете, начала искать, чем бы мне, в принципе, заняться вообще в этой жизни. И пришла к тому, что, когда у тебя маленький ребенок, и особенно нет времени заниматься фотографией, нужно заняться чем-то творческим, но более применимым, скажем, к тому, что можно дома. Я попробовала шить. Ну, машинка гремится, ребенок просыпается. А спицы, они же тихие. Я начала вязать. Ну, и постепенно начала вязать шип больше. Сначала вязала на заказ, а потом поняла, что я могу не только вязать, но и учить других. И это мне понравилось намного больше. Я стала сначала просто учить, потом писать мастер-классы, потом доросла с выпускных книг, и теперь у меня уже достаточно большая аудитория и в Инстаграм, и на Ютуб, и читателей много. Ну, и я скажу, что просто мне это сейчас уже безумно нравится, и я даже не знаю, чем бы я могла еще заняться тем, что приносило бы мне столько же удовольствия. То есть, получается, это как с хобби все началось? Да. Маленькое хобби переросло все в бизнес. Да, можно и так сказать. Давно ли ты вообще вяжешь? Ну, примерно 4,5 года. Были ли у тебя мысли завязать с этим все? Да, и неоднократно. Потому что пару раз были такие моменты, когда просто или клиенты, или заказчики, когда еще вязала на заказ, настолько выбивали почву с под ног, что хотелось сломать спицы, сжечь пряжу и вообще больше никогда этого не касаться. Но потом постепенно понимаешь, что негативный опыт, он, в общем-то, тоже опыт, и он тоже нужен. И был момент, когда я выпустила одно из своих, наверное, первых описаний, и начали просто... началась волна критики, началась волна вот этого негатива, когда мне писали, что, о, боже мой, это такой кошмар, это вообще как вы можете вот это вот писать, и вообще это такой ужас. То есть я плакала, ну я женщина, мне можно, да? Я много, на самом деле, много плакала, переживала по этому поводу. Но потом я поняла, что, ну да, критика, ну что? Ну все через это проходят, но если ты хочешь развивать свое дело, но без этого ты никак не выживешь, никак без этого не обойтись. И в этот момент пришло какое-то осознание того, что из критики можно выжать полезное. И тогда я начала именно, ну так, отстраняться, так скажем, да, от тех обидных слов, которые мне писали, и смотреть, а в чем, собственно, претензия-то ко мне, да, там эмоциональный комментарий, ой, у вас все плохо. Я его пропускала мимо. А комментарий в духе, блин, у вас такие отвратительные видео, что ничего не понятно. Я так сразу ставила себе галочку, ага, купить себе, да, купить себе там фон для видео, да, купить себе свет для видео и сделать так, чтобы этот вопрос больше мне не задавали. Они помогали тебе? Они мне помогали, да, действительно. И, может быть, даже отчасти именно из-за них я и не бросила, чтобы доказать всем, что я могу, я могу это все исправить. Получается, критика тебе помогла в твоих достижениях? Да. В твоем деле? Да, если бы меня не критиковали, если бы меня только хвалили, я бы не росла, я бы не добилась того, что добилась сейчас. То есть критика – это, в принципе, нормально? Это хорошо, и это полезно. Расскажи о своих проектах, о своих достижениях на сегодняшний день. Ну, самое главное мое достижение на сегодняшний день, наверное, это то, что сейчас создательство «Эксмо» упускает мою большую энциклопедию по вязанию. Не знаю, как другим, но для меня это, ну, долгое время была такая недостижимая вершина, на которую я очень долго стремилась и пыталась попасть. Ну, и плюс, это, наверное, 80 тысяч подписчиков в Инстаграм. Это большая аудитория, больше, чем 84 страны, у меня вяжут по моим описаниям. Это примерно 100 тысяч изделий, связанных по моим фото- и видеоурокам. У Ани, кстати, очень крутая страничка в Инстаграм. Как ты развиваешь эту страничку, расскажи, пожалуйста. В общем-то, как и все. Самое главное – это интересные тексты, полезные тексты и, конечно, визуальный контент. Ну, и сразу скажу, что после покупки Ламбы мой Инстаграм ожил серьезно, потому что если раньше мне приходилось ждать выходных, чтобы съездить куда-то в фотостудию, снять ребенка, чтобы она была красивая на фотографиях, да, чтобы фотографии были светлые, привлекали внимание, то сейчас я это могу сделать в любое время. И даже нашими питерскими серыми вечерами я могу спокойно забрать ребенка из садика, включить лампу и сделать нужные мне кадры. Соответственно, я могу быстрее выкладывать новые проекты и быстрее зарабатывать. Здорово. А ты же у нас взяла лампу премиум. Да, максимальную лампу премиум. Вот там как раз такая стоит сейчас. Как на фотозоне у нас вроде не коррекции. На самом деле классная лампа. Мне она очень нравится тем, что она позволяет снять ребенка прям в полный рост. То есть я спокойно ее ставлю в одном конце комнаты, в другом конце комнаты у меня скачет ребенок, и я снимаю ее полностью. Если мне нужно, я могу уменьшить яркость и сделать шикарный контровый свет, например. Снять видеообзор, снять какую-то книгу или снять мастер-класс с помощью этой лампы. И я скажу так, что очень многие мои подписчики говорят, что качество видео в моих мастер-классах, оно намного выше стало, чем было раньше. То есть от лампы света тебе более чем хватает? Конечно. И я так понимаю, лампа тебе и помогает в твоем бизнесе как таковой, да? Ну практически так же помогает, как мой личный администратор. Без нее, если честно, я уже не представляю себя. Ань, можешь дать какие-нибудь советы для наших подписчиков, для наших зрителей, как развивать Инстаграм? Могу, легко. Первое, над чем нужно поработать, это над контентом. Ну опять же, здесь помогают лампы, да? Ну и элементарное знание фотографии или видеосъемки в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Контент это все-таки главная составляющая Инстаграма, потому что чем привлекательнее картинка или видео, тем больше на нее будет реакции. И только если у вас хорошая картинка, только тогда люди пойдут и почитают ваш текст. Текст, конечно, тоже должен быть интересным. Второй важный момент, это реклама. Реклама много не бывает. Чем чаще о вас говорят из каждого экрана, из каждого утюга, из каждого холодильника, тем больше шансов у вас продвинуться и стать популярными. Третий момент, это вы должны быть не просто популярными, вы должны быть полезными. Чтобы человек не просто увидел вашу рекламу и зашел, а зашел, посмотрел и остался. Только тогда вы сможете завоевать свою качественную аудиторию. Ну и последнее, это, пожалуй, халява. Ну халяву любят все, и без этого, к сожалению, продвинуться сегодня, ну очень и очень сложно. Дарите подарки, устраивайте розыгрыш, участвуйте в ГИВЭях, и точно сможете завоевать свою аудиторию не только полезностями, но и широтой своей души. Окей, смотри, вот мы набрали читателей в Инстаграм, а как из этих читателей сделать покупателей теперь? Ну все логично, начать им продавать. Начать рассказывать о своем товаре, причем делать это как можно чаще и как можно больше, но не превращать свой Инстаграм в доску объявлений. Купите у меня это, купите это, купите то. Нужно это делать ненавязчиво. Очень многие начинающие Инстаграмеры, начинающие бизнесмены, они как раз допускают такую ошибку, что они продают ради продаж. То есть они стараются продать сразу и заработать вот прям с первого дня, но так не бывает. На любой бизнес нужно время, на любые отношения нужно время. И выстраивание отношений с клиентом это то же самое, что ты выстраиваешь отношения со своей будущей половинкой. Сначала ты его обхаживаешь, потом ты знакомишься, узнаешь его лучше, узнаешь его потребности и начинаешь эти потребности его закрывать. Вот тогда, когда у тебя выстроены вот эти доверительные отношения с твоими читателями, тогда они у тебя купят. И самая главная ошибка еще в том, что очень многие начинающие бизнесмены, они стесняются себя рекламировать и говорить, что я продаю. Отчасти это советское воспитание, потому что продавать было стыдно, позорно, непрестижно. Поэтому сейчас мы очень часто боимся показать людям, что мы что-то продаем. Но этого не надо бояться. Реклама, двигатель, торговля, это не зря было сказано. А как тогда себя вести в социальных сетях? Есть какая-то рекомендация тебе делать пост продающий или делать пост, видеообзор какой-то? Как читать свой инстаграм, чтобы это не было навязчиво? Ну смотри, например, я хочу продать корову. Если я напишу объявление, что я продаю корову, кто-то, может быть, зайдет и, может быть, эту корову у меня купит. А если я напишу, что у меня есть корова, и она классная, она дает очень много молока, а еще она красивая, с глашими глазами и шикарно умеет махать хвостом, так как не умеет махать никто на свете. Такую корову мне с руками отравлют. То есть ты даже не упоминаешь о том, что ты ее продаешь. Ты просто рассказываешь о ней, как о прекрасной корове. Да, я рассказываю, что она у меня есть, и говорю, что стоит она вот столько. То есть все-таки где там? Мелким шрифтом снизу. Хорошо, с читателями все понятно, в инстаграме, как сделать их клиентов, вроде бы разобрали. А как найти свою вообще нишу? То есть чем заняться? Как понять, что это твое? Пробовать. Пробовать, пробовать, пробовать. То есть методом перебирания ниш, то есть пробовать здесь не получилось, здесь не получилось. Есть какой-то, может, период, тестовый, скажем, для какой-то ниши? Ну я скажу так, примерно месяц. Если через месяц ты понимаешь, что у тебя ничего не получается, и тебя это все дико бесит, бросай это все, потому что дальше ничего не получится точно. Если ты чем-то горишь, какой-то идеей, и тебе нравится то, что ты делаешь, и пусть даже поначалу нет продаж, там, полгода первых, там, 8 месяцев, но ты этим горишь, и ты видишь, что ты можешь этим заразить других, продолжай это делать. И это все равно принесет свои плоды. Но самое главное, не стоит пытаться сделать сразу все, объять не объятное. Вот приведу еще такой пример. Например, у тебя заболело горло. Ты можешь выбрать врача общей практики, или ты можешь пойти к лору. Да, врач общей практики может выписать тебе лекарство, но если у тебя действительно что-то серьезное, врач общей практики этого не заметит. И скорее всего, ты все равно пойдешь именно к лору, то есть к узкому специалисту. Специалисту, да, конечно. То же самое в любом бизнесе. Ты можешь продавать все, да, как тот же самый, например, вайлперист, да, ты можешь продавать и одежду, и продукты питания, и все-все-все. Но если человеку нужно что-то конкретное, например, мне нужны лампы, я не пойду туда. Я пойду к тому, кто занимается лампами, кто знает о лампах все. Я пойду к профессионалу, к узкому специалисту. Поэтому сначала нужно выбрать именно то одно узкое направление, которое ты знаешь лучше всего. И потом уже постепенно расширять. Но расширяя свой бизнес, нужно быть готовым к тому, что придется брать людей, которые знают то, что ты расширяешь лучше тебя. То есть нужна мощная команда? Конечно, без этого никак. Потому что один в поле не воин, и один ты все не вывезешь. Я с тобой согласен. А как найти себе эту мощную команду? Как найти именно тех бойцов, которые поведут дальше все это? Ну прежде всего нужно понять, что личные твои симпатии при выборе твоих сотрудников, они не очень должны влиять на твой выбор. Нужно брать профессионалов. И нужно брать людей, которые горят тем, что ты делаешь. Потому что если человек, например, возьмем твой бизнес, разбирается в лампах, шикарный техник, но ему это не нравится. Он по ночам картины пишет. Зачем тебе такой сотрудник, который всю свою энергию будет отдавать на свое хобби, а лампы для него? Ну так, пришел, отработал и ушел. Когда я подбирала свою команду, своих администраторов, своих девочек, тренеров, я смотрела на то, как они вяжут, то есть как они отрабатывают тесты, тестирование разных моделей, как они пишут о вязании. Если человек пишет, вот я связала кардиган, все, вот такая пряжа, вот столько у меня ушло, ну и что? Или она пишет, девочки, я связала вот такой кардиган, вы посмотрите, какой он крутой, какой он классный. Вот этого человека я возьму, потому что этот человек горит сам и заражает этим огнем других. Именно такие люди нужны в команде. То есть, по сути, я должен найти себе единомышленников, которые будут гореть так же, как и я? Конечно, конечно. Но здесь тоже есть такая опасность, что единомышленники, когда они становятся достаточно зрелыми, достаточно опытными в какой-то сфере, они могут уйти. И они могут создать свой бизнес, теперь уже конкурирующий с тобой. К этому тоже нужно быть готовым. Хорошо, да. А как тогда защитить свой бизнес? Ну, прежде всего, да, на той стадии, когда ты только начинаешь свой бизнес, тебе уже нужно познакомиться с хорошим юристом. И если ты понимаешь, что ты остаешься в этой сфере, и у тебя начинает формироваться твое имя, тебе нужно зарегистрировать товарный знак. Потому что товарный знак в нашей стране, к сожалению, регистрируется очень долго. Ну да, там года полтора, по-моему. Да, примерно полтора года. Поэтому, если ты понимаешь, что ты будешь заниматься этим и дальше, нужно идти сразу по этому пути. То есть нужно легализоваться, нужно сделать все, чтобы юридически максимально защитить свой бизнес. Ну и, конечно, доверие доверием, но бумаги никто не отменял. Когда ты начинаешь работать с какой-то командой, когда ты набираешь себе сотрудников, все ваши договоренности должны быть очень четко прописаны на бумаге. Чтобы, если возникает какой-то спорный момент, ты мог сказать, вот, дорогой, здесь написано, что ты не можешь от меня уйти, ты мой раб до конца жизни. Это очень ценный совет для наших подписчиков. Прислушайтесь к нему сразу, как только начинаете свое дело. Смотри, Ань, вот столько препятствий стоит на пути у предпринимателя, там, социальные сети и прочее-прочее, патент товарного знака, куча разных вопросов. Вообще, стоит ли начинать свое дело, либо уже просто устроиться на работу, где есть стабильный социальный пакет и не заморачиваться, просто получать вовремя, каждый месяц зарплату? Стоит ли вообще начинать это? Да, конечно, стоит. Стабильности нет ни в чем. Сегодня есть работа, а завтра тебя уволили. Вот и все. Поэтому я искренне уверена, что если есть желание что-то изменить в своей жизни, если есть желание вырасти над собой самим, развиться самому именно внутренне, то, конечно, стоит хотя бы попробовать. Как говорится, дорогу оселит идущий. Все верно. Спасибо, Ань, что нашла время для нас, пришла к нам в шоурум и раскрыла такие важные моменты. Вам спасибо, что пригласили. Зовите еще. Все, пока-пока. Пока-пока. Огонь. Ура. Все. Давай. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...